В преддверии приближающихся праздников россияне закупают не только продукты питания и подарки, но и пиротехнику – неотъемлемый атрибут Нового года. Для того, чтобы создать праздничное настроение себе и своим близким, удивить соседей и порадовать окружающих, люди покупают различные фонтаны, салюты, римские свечи, петарды. Самые безобидные, пожалуй, только хлопушки и бенгальские огни. Но даже с ними нужно соблюдать правила безопасности, иначе праздник может закончиться очень печально. О том, как не испортить его себе и окружающим, расскажет Ирина Нежалова. Пиротехника – довольно опасная забава. И в то же время сегодня трудно себе представить Новый год без фейерверков и петард. Всё это лучше покупать в специализированных магазинах или отделах. При выборе пиротехники обратите внимание на упаковку. Она должна быть без повреждений. Также к изделию должна прилагаться инструкция на русском языке и сертификат безопасности. Следует обратить внимание на срок годности пиротехники. Впрок её лучше не закупать. Дома хранить такие вещи опасно. А уж тем более запрещено использовать внутри помещений. Помните, любую пиротехнику, в том числе и бенгальские огни, нужно использовать только на улице. Подальше от автомобильных стоянок, деревянных строений, гаражей, а также линии электропередач. Следует избегать и массового скопления людей. А вот открытая площадка идеально подойдёт. После того, как выбрали безопасное место, необходимо правильно установить пиротехнику. Это серьёзное дело лучше доверить кому-нибудь из взрослых. Ни в коем случае детям не позволять ни устанавливать, ни тем более поджигать. То есть всё это делают взрослые. Дети рядом, на безопасном расстоянии. Устанавливают, поджигают фитиль, приводят в действие пиротехнику только взрослые. Персонально к детям, если обратиться, то ни в коем случае не делать как минимум глупых поступков. Некоторые целятся друг в друга, некоторые пытаются из своих рук запустить её, показывают, какие они смелые. Если нас дети смотрят, то ни в коем случае таких вещей делать нельзя. Если вдруг пиротехника не сработала, ни в коем случае не спешите подойти к ней ближе, а тем более взять в руки. Лучше выждать 5-10 минут, а затем аккуратно присыпать её снегом. Помните, неосторожное и неправильное обращение с пиротехникой может привести к несчастным случаям. Об этом должны помнить и дети, и взрослые. Пиротехника в любом случае опасна. Она может привести к пожару, может привести к травмам. Нужно быть максимально осторожным. То есть, например, если возле домов использовать, может там ракетница залететь в форточку, там у кого-то окошко открыто, может свободно залететь в форточку, может кого-то травмировать внутри, может она взорваться, это большой тепловый импульс может привести к пожару. Много случаев разных можно привести. Мы решили узнать у наринмарцев, используют ли они пиротехнические изделия в праздники и знают ли о том, как с ними обращаться. Обязательно нужно соблюдать меры предосторожности. Возле домов нельзя, возле легко спламеняющихся объектов. Ну и вообще, чтобы детей маленьких рядом не было, чтобы никому не угрожало. А что бы Вы хотели пожелать тем наринмарцам, которые будут использовать, может быть, впервые? Чтобы были осторожны, потому что многие жаловались, если были случаи поджогов, пожаров именно из-за пиротехники. Не хотелось бы новогоднюю ночь испортить. Скажите, пожалуйста, Вы на Новый год используете пиротехнику? Нет, никогда уже, давно. Она, во-первых, дорогая очень стала. И зачем? Ну, вот и не бывает, как это называется. Да, во-во-во-во. Вот только и все. Не используют. Ну, что делать, Новый год, это раз в год бывает, новогодний праздник. У меня, правда, собака боится, на улицу даже не выходит. А так нормально, пусть стреляет, да. Только лишь бы где-то в стороне, не рядом с домами, да. Чтоб на крыше не падало, чтоб еще и в окно, чтоб не прилетело. Мне говорили, что это опасно. И у меня друг использовал когда-то пиротехнику, и он учился в больнице. А что произошло? Ему обожгло лицо. Это было в Нурнамаре? Да. То есть после этого случая вы к пиротехнике очень устраивали? Чтобы несчастный случай не произошел с вами или с вашими близкими, а также чтобы не испортить праздник окружающим, используйте пиротехнику строго по назначению и с соблюдением элементарных требований безопасности. Тогда Новый год и Рождество оставят в памяти только хорошие воспоминания.